Привет, малышня! Многие из вас спрашивают, где я покупаю свою одежду, как я ее выбираю, почему у меня белые зубы, как я делаю свою прическу и, собственно, как я вообще ухаживаю за своей внешностью. Поэтому я решил снять серию видео, в которых я рассказываю про свой стиль, свою внешность, про себя. И сегодня я хочу поговорить с вами о полости рта. Я чищу зубы два раза в день, и я совершенно не могу понять людей, которые могут просто взять и уснуть, не почистив зубы. Получается, что вы просто спите со своими микробами. Я, конечно, понимаю, что внешность это не самое важное в человеке, но это же ваше лицо, это ваша внешность, и я думаю, что каждому хотелось бы выглядеть так, чтобы понравиться другим людям. Так что сегодня я хочу рассказать вам, как я ухаживаю, собственно, за своими зубами, поделиться с вами секретом того, как можно отбелить их натуральным способом. На ютубе есть огромное количество тьюториалов, которые рассказывают о том, как отбелить зубы натурально, какими способами, что нужно для этого делать, но большинство из них просто на английском языке или неинтересны и скучны. А чем же наша страна хуже Америки, если в ней также есть тинейджеры, которые хотят выглядеть круто, которые хотят одеваться круто, и просто тинейджеры с нормальными мозгами? То есть вы, сразу скажу, я никогда не буду встречаться с девушкой, если она курит. У меня очень мало друзей, которые курят, потому что я считаю, что это просто ненормально. Люди платят деньги за то, что убивают сами себя и думают, что это круто. Даже если я и общаюсь с человеком, который курит, то только потому, что этот человек волшебный. Я задыхаюсь от этого запаха. Также для меня немаловажно дыхание человека, и если у человека воняет изо рта, с ним просто неинтересно общаться. Не то, что неинтересно, а ты понимаешь, что этот человек даже не заботится о таких мелочах. Мне такие люди не нужны. Я надеюсь, что вам тоже, потому что для меня это действительно важно. Если человек не может просто сходить в душ, почистить зубы, или, я не знаю, набрызгаться духами, то, блин, сори. Поэтому для свежего дыхания на весь день и вообще просто в течение дня я использую классические промывалки для рта. Я не знаю, как это называется, это совершенно типичные средства, я не буду говорить их названия. Есть то, что они все одинаковые, поэтому вы можете выбрать самые красивые в самой яркой упаковке. Я не знаю, просто те, что более-менее вам уже знакомы или вашими друзьями пользовались. Ну, не суть. Так что, если вам нужно просто освежить свой рот, или у вас свидание, или вы идёте гулять с друзьями, да когда угодно, просто сделайте это. Это недорого, и это совершенно быстро, совершенно безболезненно, и почему бы этого не сделать? Да, я, конечно, тоже могу сказать, что мне всё равно, что бы мне подумают. Но когда у тебя, простите, воняет изо рта, это вообще не круто. Ещё я однажды решил в один прекрасный день не тратить по 200, по 100 рублей на бредовые щётки, и один раз, но купить хорошую. Ту, что, собственно, крутится в твоём рту. Однажды был у меня такой забавный случай. Мы с друзьями очень часто делаем хоуп-бати, собираемся в пижамах у друг друга и, не знаю, едим пиццу, вкусняшки, смотрим фильмы. И как-то раз я, соответственно, решил, чтобы не брать с собой сумку, положить все свои вещи к подруге в сумку. Так вот, мы приходим, все собрались, всё, да, всё нормально. Она заходит в квартиру, кидает сумку на пол и слышит это. Соответственно, это разносится по всей квартире. И все люди это слышат, все люди прекрасно понимают, откуда издаётся этот звук. И все очень странно поглядывают на меня. Нет, вы чё? И я сначала сам не вдуплил, что это такое. И я почему-то совершенно забыл, что у меня есть зубная щётка, и которая, собственно, вибрирует. Поэтому купите себе щётку, которая крутится в вашем рту, как бешеная мельница. И отлично вычищает, собственно, грязь из вашего рта. Перед тем, как мы начнём, я хочу попросить вас кое о чём. Те, кто ест много сладкого, пожалуйста, перестаньте это делать или делайте это в меньшей степени. Я, конечно, понимаю, что очень вкусно, но иногда нужно себя сдерживать. И девочки, и мальчики, пожалуйста, начните заниматься спортом. Потому что это нужно, и это полезно. Вы не думайте, я могу. Мальчики, побрейте, пожалуйста, своё кладбище мёртвых волосиных луковиц. Ну, хотя, да, я вас понимаю. Первый раз мне тоже было очень... Сложно. Ну и ещё один совет. Пожалуйста, начните учиться, развиваться, читать. Окей, начнём. Всё, что вам понадобится, это клубника. Собственно, в Москве у нас нету свежей клубники, поэтому можете купить замороженную. Но главное, чтобы она была без ГМО. Потому что я забочусь о вас и о ваших детях будущих. Да, вы же хотите детей? Потому что я хочу очень много детей. Также вам понадобится, внимание, пищевая сода, которая наверняка продаётся в вашем магазине. Я не знаю, короче, она должна быть пищевая. Ну и я думаю, что мы можем начинать. В общем, нам ещё понадобится такая ёмкость для, собственно, приготовления всего этого чуда. Так, кладём в него клубнику. И я думаю, что у всех есть обычная столовая ложка. Засыпаем в неё соду. И да, смешиваем её с клубникой. Вы не думайте, что я решил отравить всю страну, но... Так, ладно, всё, забьём. У меня есть такая штука. Я не знаю, чем вы будете это делать. Может быть, у родителей спросите, есть у неё что-то такое или нет. У меня, в общем, есть эта штука. Вы можете делать это пальцами или как хотите. Берём деревянную колотушку и начинаем! Да, выглядит не очень аппетитно. И на вкус, сразу скажу, это не особо приятно, но... Делать это нужно минут пять до того момента, пока клубника не окрасит всё это в красный цвет. И не получится такой больше серый какой-то цвет, я не понимаю. Первый раз можете попробовать добавить столовую ложку соды. Но если вы хотите эффект сразу и... То есть, хотите реально белые зубы, добавьте чуть-чуть больше. В принципе, вот и всё. Берём эту штуку и идём в ванну. Теперь всё, что вам нужно сделать, это взять зубную щётку, положить на неё вот эту штуку и... И хорошенечко почистить зубы на протяжении пяти-семи минут. Да, эта штука немного солёная, но никто и не говорил, что красота не требует жертв. Вот, собственно, и всё, что вам нужно сделать для того, чтобы сделать свои зубы хотя бы чуть-чуть, но белее. Я думаю, что эффект вы увидите сразу. И я надеюсь, что это вам поможет. Надеюсь, вам понравилось провести со мной эти пару минут. И да, обязательно напишите мне в комментариях внизу, как вообще вам понравилось, не понравилось, и, собственно, отбелились у вас зубы или нет. Потому что мои стали намного белее, и у моих родственников, и у моих друзей. Собственно, я провёл эксперименты над всеми, и только потом пришёл к вам. Также напишите мне, есть ли у вас какие-то свои способы по уходу за ртом, зубами. Я не знаю, напишите, я прочитаю. Скоро новые видео, поэтому подписывайтесь на мой канал. И да, жмите палец вверх под видео, если вы хотите, чтобы я продолжил снимать такого рода видосы, то есть в которых я рассказываю про свою одежду, про свой стиль. Такие видео, как это, потому что ваш палец вверх будет значить для меня то, что вам нравится, и что мне стоит продолжать это делать. Огромное спасибо вам за то, что вы подписаны на мой канал и смотрите мои видео. Вы мне уже как интернет-дети, только вы нифига мне не дети. Нас разделяет экран, вы смотрите меня у себя дома, а я у себя дома. И вот эта вот штука, которая передо мной помогает нам коннектиться, и... Господи, я люблю вас. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok